Особое мнение на 101FM Во-первых, в прошлом году Когда этот рейтинг Раз в квартал его составляют Или раз в полгода Не так давно он был В конце 2020 года Мы заняли 8 место На 3 позиции мы спустились Даже 11 место Мне кажется, многие кировчане Скажут, что это слишком круто Поставили нашему городу Из 76-11 Потому что большинство, я думаю С этим готовы поспорить И считают, что общественный транспорт У нас не идеально работает Почему место такое? На первом месте, по-моему, Екатеринбург Я уверен, что если провести опрос в Екатеринбурге То, наверное, процентов 30 также скажут Что мы недовольны работой общественного транспорта Если провести опрос в Москве Или в Санкт-Петербурге Которые даже не вошли в рейтинг Потому что там все слишком круто Я напомню, что в Москве выделяются десятки миллиардов рублей Ежегодно Петербургу также Там тоже найдутся те же 25-30 процентов Которые скажут, что нас не устраивает Качество работы общественного транспорта Но не может быть все идеально Ни в одной сфере Я, по крайней мере, такую не встречал Получается так много городов В которых все намного хуже, чем в Кирове У нас уже много лет нет в Кирове Уже лет 10 Это автобусы марки ПАЗ Малого класса С такими скамейками мягкими, знаете, еще Которые были раньше Соответственно, в них пассажировместимость Там менее 40 даже человек Но, тем не менее, Нижнему Новгороду Выделяются большие деньги на общественный транспорт Но даже там ездят такие автобусы Которых, слава богу, у нас в Кирове уже много лет Там, по-моему, нет кондукторов И вот эта вот история с тем, что надо водителю что-то там умудриться закинуть Или это сейчас поменялось у них? Я не помню на всех или не на всех маршрутах сейчас Но, по крайней мере, я попадал на кондукторов Но, насколько знаю, там на большинстве действительно нет Что касается этого рейтинга То я тоже уже у себя в телеграм-канале описывал Что на самом деле не мы спустились на 11 место А нас просто три города обогнали Это город Тверь, это город Пермь и Новокузнецк Так, ну что тогда они сделали такого, чтобы нас обогнать? Что они сделали, все элементарно Об этом тоже я много раз уже говорил Город Тверь было выделено более трех миллиардов рублей на обновление подвижного состава Они обновились Соответственно, одним из критериев был средний возраст автобусов Одним из немаловажных критериев было наличие низкого пола на автобусах и троллейбусах И наличие большой вместимости автобусов Соответственно, по этим критериям, обновившись в Перми, автобусов много было закуплено Там было выделено также более двух миллиардов рублей Новокузнецк А деньги выделяет регион? Или им из федерации удалось получить? Они, кто-то из них вошел в реализацию проекта БКД Соответственно, 60% государства софинансировало Кто-то из них просто обновился за счет региональных и городских средств Но, тем не менее, мы видим, что мы стоим рядом с теми городами При том, что мы от Твери, от Перми буквально чуть-чуть отстаем Ну, представьте, там миллиарды выделяются У нас одна копейка стоимость контракта И мы все-таки конкурентно способны еще То есть, наверное, это большой плюс Тем не менее, нам есть куда стремиться Я об этом также говорил Если учесть, что в прошлом году у нас было, по-моему, 64 балла То в этом году 65,3 То есть мы улучшились Но не может не беспокоить тот факт, что ежегодно в нашем городе Количество автобусов большой вместимости сокращается Если мы сейчас выйдем на Театральную площадь То, наверное, на 46 маршруте, который курсирует на Авиатск Мы увидим как минимум 50% автобусов среднего класса Да, кстати, такого не было раньше Хотя много лет все-таки курсировали автобусы большой вместимости Они ломаются и уходят Просто перевозчику выгодно выпускать автобусы марки ПАС средней вместимости Они в два раза экономичнее Они в два раза меньше запчастей расходуют А большие держать на приколе или что? Да, они стоят Кто-то их сдает металлолом Кто-то продает, кто-то режет Соответственно, нет стимула сейчас перевозчику обновляться Это раз Нет стимула перевозчику выпускать автобусы большой вместимости Это два Я напомню, что в том же городе Перм В том же городе Тверь Существует оплата с километража Большой вместимости Километр стоит 125 примерно В обоих городах средней вместимости около 100 рублей Малого класса автобуса около 70 рублей У нас в городе Кирве 70 рублей стоит большой класс автобусов То есть в два раза практически мы меньше денег собираем с пассажиров А ПАЗики при этом меньше стоят или столько же? ПАЗики стоят намного меньше Это раз Второе, они в два раза меньше топлива расходуют Я имею в виду, что стоят километр? Они стоят процентов на 20 меньше, но затратнее они раза в два Соответственно, нет стимула для перевозчиков Мы это говорили неоднократно и на совещаниях в администрации Более того, второй год подряд контракты торгуются на один год Как может перевозчик закупить новые автобусы, когда у него контракт на один год? Никто на это не пойдет Только мы в этом году смогли обновиться Только мы купили новые автобусы Соответственно, есть информация, что следующий конкурс в этом году также будет на год проводиться Я считаю, что... Потому что до сих пор не решена история с этой вот единой транспортной компанией Возможно, возможно, нам до нас тонкости эти не доводят Но, тем не менее, я уверен, что за следующий год мы еще сильнее провалимся в качестве общественного транспорта Потому что не может, еще раз повторюсь, перевозчик планировать работу на год Автобус стоит среднего класса почти 6 миллионов рублей Большого класса 13 миллионов рублей Окупать его около 10 лет Соответственно, контракты должны быть минимум на 5 лет А действовать вот как Пермь, Тверь, получать деньги или просить у других регионов, у Москвы? Ну, а что касается работы моей, не только как генерального директора транспортного предприятия Но и как, наверное, общественника, плюс члена Федерального общественного совета Ространснадзора Мною была проведена работа по мониторингу выделения средств из резервного фонда правительства Российской Федерации Таким городам, как Чебоксары, Кострома, Псков И я провел параллель, что износ подвижного состава в этих городах, в этих регионах даже меньше, чем у нас в Кировской области Но, тем не менее, им удалось получить средства из резервного фонда более миллиарда рублей на каждый регион Соответственно, я со своей стороны все предложения направил в правительство Кировской области И нам пришел ответ, что правительство Кировской области направило уже выше наши предложения Соответственно, если все получится, мы также можем рассчитывать на какие-то средства в хороших, я думаю, что размерах И обновить наш подвижной состав автобусами и троллейбусами С ответом не ясно Пока нет, это, я думаю, процесс небыстрый Начало положено Здесь уже будет зависеть все от того, как сможет наш региональный Минтранс Либо правительство Кировской области сработать именно с правительством Российской Федерации Кроме этого, нами пока мы не получили эти средства И неизвестно, когда получим И неизвестно, войдем ли мы также в программу БКД По которой также, как я уже говорил, можно получить 60% софинансирование государства Нами прорабатывается вопрос по выделению автобусов, бывших в эксплуатации с возрастом 5-7 лет Которые курсировали по городу Москве Мосгортрансом Соответственно, пока положительная тенденция тоже есть Но работа находится еще в стадии Вопрос находится в стадии проработки Другие города эти автобусы получают Да, безусловно И, насколько знаю, больше плюсов, чем минусов А Киров не получал, потому что не обращались? Я, насколько знаю, мы тоже обращались Но почему-то нам их не удавалось получать Не давали А сейчас, ну какой запрос хотя бы чего ждать? Сколько может появиться? Пока мы ведем переговоры по выделению 30-50 автобусов Большой вместимости С низким уровнем пола оборудованных Для перевозки маломобильных групп населения Соответственно, если учесть, что у нас в городе Кирове Средний возраст автобусов 14-15 лет Большой вместимости То обновить в два раза наш подвижной состав Я думаю, что было бы пока Пока нам не выделят средства Пока мы прорабатываем эти вопросы Было бы идеально А по срокам ничего пока не ясно? Пока ничего не ясно Ведем переговоры Как будет уже завершающая стадия Я думаю, что мы это озвучим А еще по поводу Вот того, куда эти автобусы Это автобусы именно в АТП? Или это как-то по всем перевозчикам Они могут быть потеряны? Ну, поскольку переговоры веду лично я То, наверное, они пойдут в АТП А не другим перевозчикам Другие перевозчики сами обязаны И должны находить варианты обновления Я отвечаю только за предприятия Которым руковожу Поэтому я веду переговоры Только в рамках АТП Но не исключено, что впереди новый конкурс Если нам удастся обновиться Мы также можем претендовать на другие маршруты Потому что, как мы уже говорили Что есть маршруты, которые не закрываются автобусами Есть маршруты, на которых автобусы Большой вместимости меняются на среднюю вместимость Соответственно, мы также можем на них претендовать Если у нас будет позволять и количество подвижного состава И количество экипажей Соответственно, будем участвовать Вот по поводу 46-го Вот этот вопрос у меня есть Наверное, я его сейчас задам Вообще, может быть, задам несколько вопросов Которые, может быть, отношения кировчан К кировскому транспорту портят Несмотря на то, что в рейтинге Мы не так уж и плохо выглядим Допустим, вот 46-й автобус, о котором вы сказали Который наполовину теперь ходит По которому ходят наполовину пазики Вообще, вот это вот направление нововиатское Лично я по себе могу сказать Что я живу в микрорайоне Южный Это тот микрорайон, куда автобусы приходят Уже переполненными в час пик И слава богу появился там 47-й автобус Который, ну, немножечко решил проблему Но ведь он появился, и он проблему решил А почему вот эту вот многолетнюю действительно проблему Которую все видят Решить никак не могут Ну вот там этот час пик примерно Ну, час Это вот два промежутка Допустим, с 7.30 до 8 И там потом с 8.30 до 9 Ну, примерное время называю Почему вот всего лишь вот в этот час Нельзя ничего сделать Ну, я думаю, что проблему все видят Просто, наверное, не хотят ее решать Опять же, ну, раз мы затронули тему 47-го маршрута Я напомню, что 47-й маршрут Был введен и изменен из маршрута номер 17 Благодаря моим титаническим усилиям И усилиям перевозчика, который обслуживает этот маршрут Мы на протяжении двух лет Когда в рамках общественной моей деятельности Доказывали администрации, что у этого маршрута есть будущее Что пассажиры, которые проживают в микрорайоне Южный В микрорайоне Солнечный берег Теперь хлопают в ладоши Да, были противники этой идеи Там два-три человека Которые высаживались на улице Пролетарской Остановки, на которой сейчас нет Но, тем не менее, большинство Все-таки теми пассажиров, кто пользуется этим маршрутом Они были в восторге Поэтому нам удалось это сделать Мы еще раз доказали, что ничего невозможного нет Хотя я напомню, что там в то время администрацию руководил Илья Вячеславович Шульгин С ним было очень тяжело вообще находить какой-либо компромисс Но нам это удалось сделать Что касается на авиатского направления То, повторюсь, перевозчик, я его не защищаю Я бы даже сказал, что если бы мы этот маршрут обслуживали Мы бы намного лучше и качественнее перевозили пассажиров Но, тем не менее, перевозчик, насколько я понимаю Не видит стимула Сделать ему ничего не может администрация Контракт расторгован на копейку Наказать его могут максимум на копейку Так смысл ему выпускать автобусы большой вместимости Это, наверное, проблема не та, которую не перевозчик должен решать Да, проблему должна решать администрация Более того, я уже также и писал много И направил свое предложение в Государственную Думу Об изменении 44-го федерального закона Этого пресловутого закона о закупках Который, мне кажется, если провести опрос 99% респондентов скажут, что его нужно либо отменять Либо в корне менять Не могут на такой сфере жизненно важной Приоритеть быть деньги Да, быть деньги Соответственно, 60% успеха зависит от суммы, которую предложил перевозчик Но, еще раз напомню, социальная значимая сфера Не может здесь быть так Качественные характеристики должны преобладать над стоимостными Если у перевозчика есть автобусы большой вместимости Автобусы с низким уровнем пола Автобусы с кондиционерами свежего возраста Он должен победить и должен работать на лучших маршрутах Перевозчик, который не готов обновляться, не хочет этого делать Он должен работать на худших маршрутах К сожалению, сейчас все наоборот Ну и, наверное, второй вопрос На него будет, мне кажется, этот же ответ Почему у нас автобусы? Вот лето наступило, светло по вечерам на улице А уехать никуда нельзя Опять же, что касается работы АТП Мы за последние пять лет улучшили работу с прошлого года И стали в лидирующих позициях По прошлому году мы заняли первое место по машино-транспортной работе До февраля, я напомню, что я работаю с февраля прошлого года До февраля мы занимали последние позиции в этом рейтинге, в который мы ведем Соответственно, нам удалось это сделать Почему другие перевозчики этого не делают Мне так же понятно, но не могу комментировать за них Но, тем не менее, на наших маршрутах, которые мы обслуживаем В принципе, вечером пассажиры могут добраться Если нет никакой пробки, если нет никакой поломки и так далее Ну, вечером, ну, девять, край Не знаю, ну, полдесятого какие-нибудь единичные автобусы Которых уже долго нужно ждать Тут все просто Я, как руководитель АТП Если я не выполняю машино-транспортную работу Я лично лишаюсь премии Плюс мои подчиненные лишаются премии Другие перевозчики, они не застимулированы Для того, чтобы выполнять эту машино-транспортную работу Потому что, напомню, больше, чем на копейку Их администрация наказать не может Я лишаюсь своей зарплаты Они лишаются копейки В худшем случае То есть вы о том, что, может быть, у них и стоит выход машины Но она не выходит при этом вечером Я это могу на сто процентов сказать Да, она не выходит Машины утром выехали Вечером начинают съезжать Потому что то поломка, то еще что-то Я напомню, что в прошлом году ситуация была совершенно другая Потому что многие перевозчики Которые сейчас работают на прямых договорах с администрацией Раньше работали под АТП и под КПАТом У нас там была жесткая дисциплина Мы могли повлиять на перевозчика Те перевозчики, которые не хотели выполнять наши условия Ездить, как положено, до конца рабочего дня Мы с ними расторгали контракты Вот это было стимулирующим То, что сейчас они работают по прямым договорам Администрация не может на них надавить Как бы им этого не хотелось И еще вот смотрите Есть история с неким летним расписанием Я помню, не так давно Где-то в мае появилась новость Видимо, позитивная новость Что не с середины мая перейдут на это летнее расписание А с 1 июня Но вот можете нам вообще рассказать Что это за такое летнее расписание Насколько много машин снимается И на всех ли маршрутах Ну действительно есть направления Где, ну это казалось бы неприемлемо Потому что там сложная ситуация В том же нововязком направлении, например Безусловно, есть маршруты Так называемые садоводческие Есть маршруты летние Где увеличивается количество пассажиропотока Ну традиционно люди едут на пляж Старый мост, новый мост Соответственно, на тех направлениях Маршруты не то, что нельзя сокращать в летнее время А их нужно увеличивать И так и происходит на некоторых маршрутах Если перевозчик готов к этому Что касается летнего расписания То оно не новое Оно действовало всю жизнь Работой общественного транспорта Ну это очевидно Летом сокращается пассажиропоток На 30-40% Зачем пустые автобусы и троллейбусы выпускать? Более того, наши сотрудники же не роботы Они тоже должны отдохнуть У нас нет в запасе еще 600 водителей и кондукторов Которые будут их заменять на месяц Ну это очевидно Это нормальная работа Всех предприятий в стране Не только Киров этим отличается Соответственно, всегда действовало летнее расписание Почему в этом году его решили в середине мая ввести? Мне в администрации никто ответить не смог Но это была большая ошибка Нет, его перенесли на 1 июня Но хотели с середины мая Мы на эту ошибку указали И слава богу, администрация Быстро все осознав На следующий день Пошла нам на встречу С 1 июня, как правило, школьники уходят отдыхать на каникулы Студенты ближе к середине июня тоже заканчивают сессию Они уезжают там кто-то к себе на родину Кто-то просто отдыхает Соответственно, пассажиропоток снижается Работники уходят в отпуска и так далее Кто работает на предприятиях в городе Кирове В магазинах и так далее Соответственно, нет смысла Повторюсь, возить воздух Иначе эти убытки просто лягут в себестоимость перевозок И лягут на затраты пассажиров Вот этот вопрос Когда есть действительно маршруты Которые зимой ходят переполненные в час пик Не будем касаться сейчас пляжей И каких-то там дачных направлений Вот эти маршруты На них тоже сокращается число машин? По маршрутам, которые переполнены Я вот такой информации пока, к сожалению, не обладаю Что касается на авиатском направлении Насколько я знаю, там ни одной машины не сокращено Потому что это глупо Поскольку перевозчик на это направление и так ежедневно Машин по 5-7 не выпускает Поэтому глупо еще что-то сокращать Потому что он и так не выполняет расписание Что касается именно нас, АТП То из 120 автобусов, которые у нас ежедневно выходили До 1 июня Нам дали сократить всего на 3 единицы То есть это мелочь По сравнению с тем, что пассажирпоток падает, как я уже сказал, на 30% Просто немножко их вы перенесли куда-то Нет, нам нечего было переносить Водители и кондуктора ушли в отпуск То есть мы переигрываем Соответственно, те маршруты, которые Более такие студенческие были То есть они идут между Курсируют от учебных заведений до микрорайонов Там мы сократили вот эти 3-4 машины Соответственно, другие маршруты Мы посчитали, что пассажирпоток там снижается Но ненамного Пассажиры не должны от этого пострадать Там мы ничего не сокращали 3-4 машины вы имеете в виду на каждом маршруте? Нет, всего из 120 мы убрали 3 машины То есть 117 осталось Это ни о чем пассажиры должны заметить И количество выходов при этом? Вот на 3 машины в день у нас сократилось Это по автобусам, по троллейбусам Там, по-моему, на 4 машины, если я не ошибаюсь Соответственно, ну, я еще раз говорю Из 10 наших маршруток пассажиры даже не заметят На других маршрутах, насколько я знаю Да, где-то там по 2 машины сокращено Где-то по одной То есть, насколько там интервал позволяет это сделать Но это уже к перевозчикам вопросу Еще одна тема, не знаю, насколько она ваша Скорее всего, конечно, в первую очередь ЦДС Но, возможно, вы разбирались в этом вопросе И можете нам рассказать что-то В последнее время кировчане Очень часто стали жаловаться на то, что у них за одну поездку Списывают по несколько раз По 26 рублей Вот вы разбирались с этой ситуацией? Да, безусловно Почему так происходит? Вообще, насколько часто к вам кировчане обращаются с этим вопросом? Когда это началось? Не связано ли это, вот, кстати, с той историей Когда валидаторы отказали? Помните? Или это было всегда? Ну, в последнее время, наверное, в последние полтора месяца Действительно, жалоб вот именно связаны с оплатой С двойной оплатой, со стоп-листами Их стало в разы больше Я напомню, что за электронную оплату проезда у нас отвечает ООО электронной проездной Мы, как перевозчики, за нее не отвечаем Соответственно, когда приходит жалоба Если мы понимаем, что не наша компетенция Мы отправляем это все для проработки в электронной проездной Но тут бывает много разных случаев Бывает, когда пассажир не хочет кондуктору давать карту Он раз приложил, билет не вышел Он приложил второй раз, билет снова не вышел Он приложил третий раз, билет вышел, ему вышло три билета Тут уже он сам пользовался картой Это уже вопрос, наверное, к нему больше Бывает, я не спорю, что бывают и кондукторы Которые, опять же, билет не выходил по разным причинам Либо там кончилась лента Либо термопринтер сломался Соответственно, тоже могла приложить несколько раз Это уже наша проблема Мы возвращаем за это деньги пассажиру Если нам написали об этом Соответственно, что касается стоп-листов и так далее Нам электронный проездной дал объяснение Такое, что в последнее время стало очень много карт банковских Соответственно, каждая карта имеет свой микрочип и так далее Если учесть, что средний возраст терминалов 9 лет Я напомню, что 9 лет назад это была система введена Терминалы эти же в большинстве своем То, я не знаю, калькулятором, если вы пользовались 9 лет То я, наверное, удивлюсь Потому что, на самом деле, мы телефоны меняем раз в 2 года А тут терминал, который, в принципе, наверное Не намного попроще телефона Соответственно, да, оборудование, наверное, устарело Но, тем не менее, мы сейчас Просто взять его и заменить Не готовы, потому что оно стоит Не дешево А сделать это должны перевозчики? Это ложится все на плечи перевозчиков Более того, я вам скажу больше Это все ляжет потом на плечи пассажиров Если мы сейчас в один день купим все эти терминалы Это будет несколько миллионов рублей Даже с десяток миллионов То, соответственно, безусловно, это ляжет на пассажиров Но мы так делать не будем Мы за то, чтобы стоимость проезда не повышалась Соответственно, мы будем поэтапно В месяц по 10-15 терминалов менять Чтобы пассажиры это не почувствовали Но я думаю, что такими темпами нам потребуется От года до полутора лет А другие перевозчики не в курсе? Другие перевозчики, я думаю, что тоже этой проблемой озаботились По крайней мере, с кем мы контактируем Они тоже намерены поменять Но обычно как? То есть мы, поскольку самые крупные перевозчики Мы занимаем 40% перевозок города Кирова Все смотрят на нас Мы начнем менять, они начнут менять Мы найдем прибор, который бы удовлетворял Всем нашим потребностям Потребностям пассажиров Потребностям электронного проездного Как оператора Начнем менять, обкатаем все Сейчас мы уже обкатываем 4 терминала На протяжении двух месяцев Соответственно, перевозчики смотрят на нас Мы начнем их покупать И они начнут тоже такие же приборы приобретать Поэтому тут все просто А вот по поводу возврата денег Может быть, вы еще расскажете нашим слушателям Вот эту вот методику То есть что нужно сделать Если, ну допустим, мы поняли Если несколько билетов вышло в раз То возвращаете деньги Вы возвращаете деньги перевозчику Нужно обращаться к тому перевозчику Если мы их получили То есть мы получаем деньги не сразу Через несколько дней Соответственно, приходит жалоба Либо нам, либо в электронный проездной Не важно, куда пассажир напишет Либо электронный проездной Нам направит жалобу Если мы должны с ней разбираться Либо мы направим в электронный проездной Тут, в принципе, разницы нет Но, безусловно, если пассажир там написал Анонимно в какую-нибудь группу в социальной сети То, наверное, мы не рассмотрим у анонима Это обращение Нужно написать нам на электронный адрес Наши контакты, в принципе, в каждом автобусе и троллейбусе указаны Можно зайти на наш сайт Можно написать в электронный проездной Соответственно, мы по каждому факту этому разбираемся Ни одну жалобу мы не оставляем без рассмотрения Соответственно, либо электронный проездной возвращает деньги Либо мы возвращаем деньги Ну, либо та компания Либо та компания, которая перевозила Либо другой перевозчик Обращаться либо в электронный проездной Либо к перевозчику Либо к перевозчику, да Контакты все указаны в автобусах и троллейбусах В интернете тоже можно их найти Я предлагаю сейчас сходить на рекламу В принципе, у нас одна минутка осталась, и вернёмся с другой темой. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня веду её я, Мария Кожевникова. В гостях у нас генеральный директор Кировского автотранспортного предприятия Денис Пырлок. Денис, ну о масках поговорим сейчас. Сейчас езжу в автобусах я часто, и всё чаще и больше наблюдаю за тем, как кировчане маски снимают. Если ещё, может быть, месяца три назад половина автобуса, допустим, ехала в масках, то теперь чувствуешь себя белой вороной, два-три человека и кондуктор в маске, вот и всё. Масочный режим вроде никто не отменял. Его перестали контролировать, или в чём проблема-то? Ну, что касается пассажиров, то есть, как вы уже сказали, кондукторы, по крайней мере, нашего предприятия, по итогам тех рейдов, которые мы проводим, мы выявляем, что 99 из 100 случаев, они всё-таки в масках. Соответственно, мы выполняем все требования Роспотребнадзора, которые и должны выполнять, потому что для нас штрафные санкции, они на самом деле несколько десятков тысяч рублей. Что касается пассажиров, то сразу же, когда было введено это постановление, мы разговаривали на эту тему на многих площадках, задавались вопросом, как будут контролировать пассажиров. Мы не можем остановить автобус. От того, что пассажир без маски, не могут страдать другие добросовестные пассажиры. Соответственно, если бы мы остановили автобус, то полгорода бы стояло точно. Мы задавали вопрос и в Роспотребнадзор, чтобы нам разъяснили, и в ОМВД, для того, чтобы нам дали какие-то разъяснения о том, как нам себя вести в таких ситуациях, когда пассажир не хочет надевать маску. Соответственно, нам пришли разъяснения, что, в принципе, мы должны рекомендовать надеть маску, но дальше мы бессильны. Соответственно, как не наказывали пассажиров, так и не наказывают. Вот этих проверок-то нет, потому что если бы были проверки, то люди бы ведь знали, что может в любой момент зайти человек, выписать на тебя штраф. Если взять те же города Казань, Москва, то во время пандемии мы слышали, что доходило даже до рукоприкладства в этих автобусах. Действительно, и сотрудники силовых структур, я, насколько знаю, в Москве несколько сотен миллионов штрафов выписано именно на пассажиров. То есть там подошли к процессу, как и надо было, начали наказывать в том числе пассажиров. Потому что, ну, что такое один кондуктор в полном автобусе в маске? У меня куча лежит заявлений от кондукторов о том, что разрешите нам, Денис Юрьевич, не носить маску, потому что душно, летом в 28 градусов, тем более, в маске очень тяжело работать всю смену. И что вы отвечаете на такие заявления? Я отвечаю, что Роспотребнадзор пока не отменит свое постановление, я не имею права его точно отменять. Да, я их по-человечески понимаю, я сам в автобусах, троллейбусах передвигаюсь в маске, но, тем не менее, не наше это постановление, не внутреннее, мы не имеем права его отменить. А вы никуда не обращались? Потому что вот тут бизнесмены на встрече с губернатором не так давно, прям его лично попросили отменить масочный режим. Ну, нас на такие встречи пока не приглашали, если пригласят и зададут вопрос, мы, конечно, будем за отмену масочного режима, потому что, ну, как я уже сказал, я не вижу смысла в переполненном автобусе-троллейбусе, 5-10 пассажиров едут в масках, я не вижу смысла вообще просто, ну, играть в это. Соответственно, лишний повод для конфликтов, и они на самом деле случаются в автобусах-троллейбусах, именно из-за масок, но не хотят силовой структурой контролировать это, или не могут, мы-то от этого точно страдать не должны. Вот, ну, кондуктору, еще раз повторюсь, ему очень тяжело работать 12 часов в маске, прибирать автобус-троллейбус, дышать, это химия и так далее, то есть, ну, я преклоняюсь пред их выдержкой. А, кстати, по поводу вакцинации не было у вас на предприятии массовой? Мы вакцинируемся, те сотрудники, которые изъявляют желание, мы приглашаем на предприятия, организации, которые могут вакцинировать, те сотрудники, которые лично ездят и вакцинируются, мы также стараемся всячески поддерживать, но мы никого не заставляем. Ну, в общем-то, я так понимаю, что основная эта проблема, почему кировчане не ездят в масках, в том, что просто их не проверяют, вот и все. По сути, кондуктор действительно, он пару раз нарвется на оскорбление, но ему это зачем, да? Ну, был случай, когда приходили сотрудники, в первое время, там, в прошлом году еще приходили сотрудники проверять масочный режим, пытались наказать кондуктора за то, что она на конечной стояла, находилась в автобусе с маской, с незакрытым носом, но, тем не менее, были пассажиры на остановках, которые были вообще без масок, и к ним никто не подошел, то есть мы также задавали вопрос, почему вы нас наказываете, а их вы не наказываете на общественных, на остановку общественного транспорта, они также обязаны носить маску. А сами автобусы вот во время движения заходили проверяющие? Заходили, ни одного пассажира не наказали, наказывали обычных кондукторов. Поэтому мы с этим в корне не согласны. Я думаю, что здесь, если применять какие-то санкции, то надо все-таки начинать с пассажиров. Еще один вопрос, может быть, коротко. Вот, ну, наступили уже каникулы, конечно, сейчас детей будет ездить меньше, практически они ездить не будут, но вот уже несколько месяцев прошло с тех пор, как был введен закон о запрете высаживать детей, да? Можно ли какие-то итоги подвести вот там за эти месяцы, пока он действует? Ну, на самом деле, в первое время, в первый месяц, когда было это все введено, было очень тяжело и нам работать с кондукторами и кондукторам, потому что никаких разъяснений, насколько мы понимаем и помним, не было. Запрет не высаживать, а что делать, никто ничего разъяснить не мог. Мы обращались за разъяснениями в прокуратуру, и нам когда пришли ответы о том, что высаживать мы не можем, но документы мы обязаны и имеем право требовать. Соответственно, мы просим предоставить документ, подтвердить вообще, потому что есть дети, которым более 16 лет, но они говорят, что нам меньше 16 лет. Соответственно, кто-то предоставляет документы, если есть такой документ, мы направляем в учебное заведение для того, чтобы с ними проводили профилактическую работу. Если нет документа, соответственно, мы запрещали кондукторам высаживать их полностью. Были случаи, когда в социальных сетях появлялось, и нам звонили на предприятие с жалобами, что нас с ребенка высадили, он полтора часа шел до дома. Благодаря тому, что у нас в автобусах и троллейбусах во всех установленных комплексах фото-видеофиксации, мы легко могли доказать, что ребенок обманывал родителей, либо родители, не знаю, по каким-то причинам пытались, может быть, что-то с предприятием заработать. Не хочу никого обвинять, но тем не менее факты не подтверждались. То есть мы приглашали познакомиться с этой видеозаписью, но родители куда-то пропадали. Соответственно, я делаю выводы, что дети стали просто этим злоупотреблять. Кто-то где-то задержался после учебы и так далее. Кто-то опоздал на пары, на учебу, на уроки. И, соответственно, начали вводить родителей в заблуждение, что меня тетя кондуктор выгнала из автобуса троллейбуса. Я шла пешком, я опоздала. То есть все это мы смогли легко доказать, к нам претензий здесь не было. А в принципе вот таких детей без билетников, их стало больше или нет? Их стало в разы больше. В открытую ездят, видно, что деньги есть, видно, что в кармане достают руку и бренчит. Ну, так и говорят, нам мама с папой сказали, что мы можем не платить. Соответственно, на самом деле, беспокойство за таких родителей все-таки вызывает такое воспитание. Но, еще раз говорю, мы, по-моему, около шести писем уже в учебное заведение написали, чтобы с родителями провели беседу. Это именно на основании тех документов, которые у нас были. Я была свидетелем лично такой ситуации. И, честно говоря, не знаю, как она могла бы быть расценена. Когда девочка очень долго рылась и искала деньги, кондуктор начала на нее, грубо с ней, можно сказать, разговаривать, давить на нее, что вроде девочка что-то такая нерасторопная, ты так долго тут сидишь и роешься, заплатить мне никак не можешь. Девочка тогда тихонечко сказала, что я тогда и сейчас выйду, да, и собралась уже выходить, но за нее, значит, там заплатили другие пассажиры. Вот в этой ситуации совершенно непонятно. Вроде бы девочку никто не выгонял, она сказала, выйду сама, но в то же время на нее надавили. Ну, безусловно, в законе также сказано, что и у нас во внутренних документах, что не надо оказывать никакое ни психологическое, ни моральное, ни физическое давление на ребенка. Но, напомню, ну, не хочу опять же там ни обижать, ни защищать, может быть, там лишний раз тех кондукторов, кто действительно этим злоупотребляет, но кондуктор у него в большинстве зарплата зависит от проведенных пассажиров. Мы тут долго, встречаясь с кондукторами, но смогли все-таки объяснить, что я вам эти деньги заплачу, вы, главное, до меня доведите, в какое время, на каком маршруте, сколько детей проехало, мы посмотрим по комплексам фото-видео фиксации, что да, эти факты были, мы вам эти деньги заплатим, но доведите до нас это. Ничего вы в зарплате не потеряете. По водителям там ситуация проще, у них система оплаты труда нам удалось изменить год назад. Соответственно, те кондукторы, которые слышали и понимали, безусловно, они вопросов не задавали, но всегда найдется в любой сфере сотрудник, который может имидж предприятия запятнать, и который что-то где-то не поймет и так далее. Были и такие случаи, но, слава богу, вот уже полтора месяца не слышу, чтобы кто-то где-то кого-то высадил у нас. Поэтому я считаю, что работа в этом направлении нами удалась, но все-таки мы не расслабляемся. Две минуты осталась наша любимая рубрика. Плюшки для пассажиров. Смотрите, то, чего мы ждем, да, наверное, появились плакаты со всеми маршрутов, схемы маршрутов АТП. Это первый шаг. Второй шаг, видимо, некие вот суточные проездные, еще какие-то штуки, которые с этим вот связаны, чтобы я мог посмотреть и воспользоваться. Да, ну то есть визуализация нами была подготовлена для того, чтобы запустить полноценную программу лояльности. На сегодняшний день у нас действует счастливый билет и постоянный пассажир две акции. Мы до 15 числа ежемесячно проводим розыгрыш под двум номинациям и возвращаем деньги, затраченные на поездки в течение месяца. А смотрите, для этого ведь не нужно никакие данные, вот как ВТП подавать, здесь как-то автоматически все происходит, да? Происходит автоматически, нам здесь помогает электронный проездной, необходимо только отслеживать это. И мы не видим фамилию, имя, отчество пассажира, мы видим только номер карты. Мы размещаем номер карты, надо, чтобы пассажир откликнулся и забрал свой выигрыш. Откликаются? Откликаются, но большинство почему-то, видимо, не читают. Ну, мы мало где, конечно, не на всех ресурсах это размещаем, но откликаются. Но вот где следить-то можно? Можно следить либо в нашей группе в социальной сети ВКонтакте, можно следить в группе электронный проездной. Чтобы знали люди. Да, Е-карта 43. А, и дальше чего нам ждать? Сейчас нами прорабатывается как раз вопрос суточного проездного и пересадочного тарифа. Долго прорабатывается-то, кстати, вы так давно? Долго прорабатывается, потому что не все от нас зависит. Много было подводных камней в этом вопросе. Сейчас, я думаю, что скоро мы выйдем на финишную прямую. Ну, и вот карта МИР, которая радовала кировчан, она тут нам немножечко планы сбила. Соответственно, вот сейчас... А, то есть вот с этой вот льготой нельзя было вводить что-то новое, вы имеете в виду? Не столько вводить, сколько не было бы эффекта, потому что здесь скидка, в принципе, хорошая по этой карте, в размере 5 рублей. Поэтому... А есть сроки-то какие-то, когда... Но вообще, я думаю, что мы за июнь проработаем этот вопрос и направим наше предложение в администрацию для согласования. И все будет зависеть от них, как они быстро согласуют или не согласуют это все. Заканчивать нам нужно. Спасибо, Денис, большое вам за разговор. Доброго дня, доброго дня всем слушателям. Особое мнение Насколько Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok